Разогретый льготный ипотекой рынок остановился на полном ходу из-за начала спецоперации и последовавшими за ней санкциями. Ключевая ставка выросла до 20%, а впоследствии снизилась до 9,5%. Вслед за этим стала дешеветь ипотека. Более того, снизилась ставка и по льготным программам с 9% до 7 годовых. Как изменятся цены на недвижимость в нынешних реалиях? Стоит ли сейчас покупать или продавать недвижимость? И что лучше, новостройка или старое доброе вторичное жилье? Ответы на эти вопросы в следующем сюжете. Минувшие апрель и май были не самыми удачными для рынка жилья, если смотреть на него глазами продавцов. Но, как правило, то, что невыгодно продавцам, хорошо для покупателей. На сегодняшний день, как утверждают эксперты на рынке недвижимости, несбалансированное соотношение спроса и предложения. Спрос на объект недвижимости с марта месяца сокращался. Получается ограниченный спрос при растущем предложении. Такая тенденция связана не только с политическим настроением в стране, но и с высокими ипотечными кредитами с апреля по май. Поэтому на сегодняшний момент эксперты констатируют реальное снижение стоимости жилья. Мы видим сегодня, что процентные ставки по ипотечным кредитам у нас сокращаются. И вполне вероятно, что ближе к осени мы увидим уже противоположную тенденцию. То есть спрос будет у нас увеличиваться, что и повлечет за собой и рост цен на недвижимость. Поэтому, если есть такое желание, то объект недвижимости – одно из таких фундаментальных объектов инвестирования в нашей стране. Таким образом, все эксперты однозначно советуют не ждать и по возможности, и, конечно, по потребности покупать жилье именно сейчас, пока спрос на жилье не такой большой. Если же подождать, ставка на ипотеки может не снизиться, но самые интересные варианты уже разберут. Поэтому стратегия ожиданий сейчас принесет скорее проигрыш потенциальному покупателю. Но на воздухе у россиян все равно стоит главный вопрос – что лучше для покупки – новостройка или вторичное жилье? И у новостройки, и у вторички есть свои и плюсы, и минусы. Новостройка может немножко дороже стоить, зато там все лучше с коммуникациями, может быть что-то лучше с инфраструктурой, если дом расположен в нормальном месте. Более комфортные планировки, но опять же говорю, при этом цена дороже, чем вторички. Мы решили поинтересоваться у жителей Верхневожья. Какое жилье для покупки лучше всего? Лучше вообще ничего не покупать, как у нас сдавали жилье бесплатно в Советском Союзе. Я склоняюсь, что вторичное лучше, оно крепче и надежнее. У меня новостройка. А почему лучше? Ремонт меньше. Вторичное жилье, если оно не в новостройке. А почему? В новостройке плохого качества, насколько я знаю. Вторичное, оно хорошо строит. Это не лишний потреб, понимаете? Вторичное. Это хорошие стены, хорошие все. Ну, у меня вторичное, я довольна своим. А новостройку не знаю, что такое. Как мы можем заметить, однозначного ответа нет. Каждый для себя должен самостоятельно решить, какие приоритеты недвижимости важнее всего. Но, как говорится, никогда не знаешь, что будет завтра. И дальнейшее развитие ситуации в жилищном строительстве во многом зависит от общих тенденций в экономике и от динамики уровня доходов населения.